Ребятки, всем привет! У нас сегодня на ужин кукси и вкуснятина. Я делала кукси, это очень-очень вкусно. На кулинарном канале есть рецепт. Ребятки, всем привет! У нас сегодня на ужин кукси. Это очень вкусно. У Сани здесь перец, у меня перца нет. Я слежу за своей внешностью. внешности я не ем кислая горькая соленая мучное сладкое пареная жареная вареная я вообще ничего не ребятки сектует всем приятного всем приятного аппетита да все поели у нас чашки как для лошадей это кажется ребят камеру увеличивает они еще больше это тазики ребят где тесто замешивается 20 литровые не очень даже вкусно вкусно я вообще эту тарелку тарелку до тарелку мягко блюдце это приготовил для сами а он взял туда и бросил перец думал это ему ну да и местами поменяли сам поменял что-то я стала пересаливать до сансер знаете ребятки одна и та же соль но что-то я постоянно пересаливаю про солю не хватает чуть-чуть добавлю не хватает еще добавлю жду когда постоит и пересол пересолила не нормально нормально чуть-чуть расскажем сейчас дожуем ну дожевала если честно да вот кушать сильно хочу я до этого может давай просто поедим камера там не тут камера там ладно ладно зубы не заговаривай сальчик о чем поговорим ребятки о чем поговорим а я пока готовила там одну села другой как-то не очень голодная нам ребятки лет приезжал здесь 15 а там чате пишет о не пройти не проехать было на этом баскет-холге ребятки помните в прошлый раз мы покупали лапшу да вот это болело и там сколько мы 10-12 пачек взяли единички да и сегодня у меня осталось две последней пачки для последней пачки я из вас даже не глядя бухнула и что я хочу вам сказать вот единичка сейчас ребятки это сюда одна единичка а другая пятерочка попала представляете я варю и не пойму чуть-чуть лапшой почему одна такая другая такая видите разница а должна быть вот ну короче говоря сварила две пачки одна тоненькая другая пустая короче будем смотреть когда на полке лежат да вот так смотрите вот она толстая такая вроде бы с одного места брали там единички вот попался пятерка ну ладно кстати у нас уже закончилась это лапша это была последняя у нас так резко похолодало причем очень сильно это кому комар здесь сидел хотела его в этот чик а он улетел комар да откуда с улицы так какая жара плюс 18 вот здесь не было останется приехали в окна открыли двери открыли все на распашку доме а потом как задрогли газ отключила пока ехали же сколько у спрошу сколько километров 140 до дома с краснодар до станицы а пока ехали . же включили приехали вы жаркого через 15 минут как замерзли все за под плед укрой а такое бывает вот на самом деле да днем вроде бы тепло а чуть начинает смеркать все моментально холодно ты знаешь станет тоже жарко не было плюс 9 причем что это от солнца солнце вот машина же еще нагревается что-то со едешь ребятки пересадила я эту орхидею мне пришел комментарий что люба а с чего вы взяли что такой такой мусор можно высаживать а где земля это не мусор это специально для орхидей лишь показывала позапрошлых видео там даже на рисунке орхидеи нарисованы а еще на тебя касса ребятки орхидеи как выращивают пустых банках вазах там нету даже грамм улички коры орхидеи не выращивают земле вот что то есть у них корни наверху находится да вот банка есть ваза внутри корни и все я смотрела она вот банка ваза она ставит туда эту орхидею корнем внутри она заливает водой на 2-3 часа поставить это банка сливает и все она и цветет и все там внутри вообще ничего нету эта женщина говорит эти гордере эти орхидеи они вообще на деревьях где-то растут джунглях или где они не растут в земле не горь с чего ты решила что вот в этом мусоре тоже ты купила они будут расти где земля нету земли ну земля есть но они растут вот так могут вообще без даже без коры без вот этого что вроде бы живой причем притенять вообще не надо кого притенять корни нет на открытом солнце держать их нельзя сразу кирдыкнется даже в таком грунте даже с корой ну короче а я что-то зашла стала смотреть господи сколько этих георги этих человек хочу назвать георгины сколько орхидеи у людей а люди про коллекционируют название за лягушатник потому что она зеленый какой-то пятнистая как лягушка цветок такой я его назвала лягушатник а там название еще люди разбирать еще там коллекционируют где-то выписывают у меня такая была это значит хобби эти гладиолусы знаете как много было и шоколадные даже цвета были и зеленые и господи это не ирисы еще больше было еще красивее были они вообще были бесподобные гладиолусы это как люди вот мы занимаемся клубника у нас было 60 сортов клубника также люди коллекционируют орхидеи и вот я что-то зависла в эти дни ютюбе посмотрела там женщина одна ну какие они у нее красивые но скажем разом сначала я смотрела одно видео второе у меня прям знаете так я вот такую хочу я вот такую хочу хочу значит у меня будет я уже мысленно вот здесь где толик стоит вот и толика у меня уже здесь мысленно будут вот эти эти полочки а потом скажем раду я перегорала 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 буквально это вот на 8 дней я сказала вот один если бушатник и хватит посмотрела как у людей нравится красиво ну мне хватит одного а еще бывают такие что они могут один раз за сезон всего подсвести и все и даже не цветут а бывает который весь год цветут все зависит от сорта вот это вот да да если копнуть побольше да начать вот это вот собирать коллег не мы когда клубника занимаюсь у нас сегодня что один лет два сорта было но вот эти орхидеи хочу хочу сказать когда я нахожу магнит там люблю раме ли всегда смотрю на них я подсознательно смотрю какой бы я взяла вот так 20 раз обойду я делаю вывод что нет как-то один раз москве помнишь мы с тобой были была орхидея где это давно было еще была беременная сумочка я не помню какой магазин был висит она висит у нее корни помнишь наружу даже не в горшке было вот она какая-то такая и корни вот такие висючки ребятки она даже была не в горшке но там был вот это вот это вода вот прыскали до пульверизатором такой вот шло капельные вот это орошение было она просто висит и у нее такие были большие цветы и такого нежно хочешь ценать как нежно-голубого сиреневым цветом даже не сиренево нежно-голубого цвета помнишь это по-моему это не был леруа сами это был где-то вот это где этот это не было хотя может леруа короче я не знаю где-то было но на тот момент она стоила две с половиной тысячи для нас это было шок просто ну правильно какой-то в 2009 год потом тоже где-то мы с тобой видели помнишь 8000 орхидеи почему такие цены я не знаю ребятки они какие-то разговоры простит и сам давай ты поел говори а то люди скажут мне интересно а то люди пишут что на свое лицо показывают под микроскопом смотрите я показываю как от и до как мои пятна будут я еще чуть-чуть хочу сейчас я там у него целая фляга этого плова целых и так лежал саня только ложки разные бери в мясо в огурцы все равно у нас ребят пережим все третий день не подряд два дня мы ложились 10 потом мы легли поздно в конец уехали и вот вчера тоже опять легли в 10 все вообще надо пораньше ложится ну вот здесь не положу ничего не тут всего хватает а ты положил а зачем ты размешал если ты положил ну вот здесь вот не в том плане что когда рано ложишься просыпаешься и чувствуешь себя немножко немножко по-другому а здесь ложишься как зомби утром просыпаешь и вообще это не дело и игру мучат ночи садимся ужинаем вместе детьми но это куда годится полностью пересмотрели свой образ жизни по всему не только графику вообще отношения в жизни ребятки много делали для себя выводов очень что нужно что в жизни надо а нужно ли она кому это нужно поняли для себя и очень рады самое главное поняли самое главное поняли что я что сами что хотим сказать жизнь прекрасно удивительно не заваряли на что углубаемся идет вперед зале навстречу как нам сказал очень хороший человек даже если вокруг все сволочи извините за это слово да даже не будьте таким ладно там сейчас скатимся все отлично ребятки просто для себя сделали выводы сделали для себя галочку ничего в этой жизни не меняется просто следующий раз не будем наступать на эти же грабли уже как чему-то вечно ведь не вечно жизнь нас постоянно чему-то учит и причем учит так чтобы следующий раз мы не совершили эти ошибки ну и конечно же пример как сказать вам объясняем эти все ситуации нашим детям чтобы это не повторял в их жизни мне кажется вам дети такие будут закаленные да сам нас там нас там дети мы-то росли совсем другом да вот в мире другом мировоззрении в обществе да все было по-другому все как-то казалось далось будет саня я вкусно что скажет опять скучному банк опять что-то не так но извиняйте что есть то есть я вас вспоминаю раньше да я кукси раньше вообще не любил а потом а со мной стал жить до пожевать и стал все любить да нет нет старших классов старших классов да и уже стал кукси хотел на пригоде сделать фарш все высотом думе мы сегодня наездили сани находились не завтра будет завтра будет пиготики сумки собрали школу не знаю сумки собирать и спать форму подготовлю так что такие дела ребятки каждый раз жизнь открывается в новых красках сначала думаешь к сожалению а потом да понимаю что к счастью ну да просто не не нравится когда ладно я эту тему закрою ребятки она не нужна никому не вам не нам я наелась ну что поговорим ты сказал я голодный буду говорить давай что там с моими пятнами написали что что и смертельная болезнь у меня из-за этого у меня пятна все такие нет ну а может доктора нет этот она отойдет корками а смотри смотрите ребятки тут все чистенько все гладенько все все окей окей маки хоккей но этот не трогаем пальцами это резала мясо еще написали комитаях любого надо делать блефаропластику блефаропластика это поднять вот эти веки наверх и нижние вот эти вот это вот сверху и снизу это грыжи вот это вот грыжи грыжи убрать и здесь убрать и вообще будет хорошо знаете я смотрю же везде где делают и например у меня очень много знакомых сделали кто эту операцию блефаропластику подтяжкой верхних и нижних век подтяжка даже не подтяжка это операции срезают лишнюю кожу все вытаскивают там какие-то желтые грыжи но вот многие делали в ташкенте конечно бы очень хотелось сделать это в южной корее там чтобы это сделать там это выйдет знаете какая цена золотая а здесь я не видела еще но я видела смотрю там наблюдаем москве есть одна клиника где делают я на это я знаете я мысленно уже все себе сделала и китайской гимнастика ребятки занимаюсь сколько там несколько дней позвать и и глаза себе сделай жир выкачала еще мне написали сегодня в комментариях саня саня люби любу потому что это она старается делать для тебя я и так ее люблю такая какая есть вот эти вот честно я немножко скептически отношусь всякие вот такие вот экспериментами все такое хочу если красивее стало лучше друг по-другому любит пусть тут да нет конечно от этого не зависит короче одни комментаторы говорят зря ты пятна сделала другие говорят иди на блефаропластику чуде это как жить то что делать то скальп снять что нет уход косметика вот это вот косметология этого обеими руками за ну вот то есть а может бывает так жизнь такой людей что там любят за что-то я спать хочу у меня сейчас клинит как кредо за что-то сама сижу и какую-то фигню несу господи боже мой спать хочу не могу просто уже нужно любить не за внешность а за внутреннее содержание внутри так как дети любят своих родителей да они же не любят их за что-то ты хочешь сказать я твой ребенок до какой-то маленькая несмотря на то что все больше всех я маленькая ко мне дать все родственники относится как будто я маленькая такая не она этого конечно хорошо там там выглядеть хорошо да я вот респект тем кто может трава то там привести себя в порядок накраситься да все это на автопилоте вон женечку взять она утром встает и там накраситься все и волосы сделать до много времени уходит а меня ребятки чтобы вот это вот меня это умылось там все расчесался вперед с недовольным лицом потому что утро добрым не бывает какой-то вечером глаза горят блестят у меня прям сил много плане вот утра в рано встать привести себя в порядок это все зависит от того во первых где ты работаешь да это все зависит от человека и не надо ля-ля где ты работаешь человек может знаешь настолько быть занятым знаешь вот настолько быть вот не сидеть знаешь уставшим но найдет всегда это время минутку и сделать да а тут плод чем не о чем не я правлю я что вагона гружу или что я куда-то иду на работу да там или я на смене стою на заводе устала сделан не буду потому что это все идет согласитесь да это идет от человека самого это не от занятости там если он свободный значит он может все себе позволить это сюда я могу мне когда честно у меня все зудит я значит и делала так ногтями впивайся туда и держу я говорю может таблетку какую таблетку чешется знаете как просто невыносимо я не чешу аллергия я не чешу атак токтями туда засовываю так держу аллергии нет ничего нет никаких побочек нету просто зуд прямо нас можно поковыряться так что такие дела ребятки у нас все хорошо все отлично сейчас будем убирать со стола надо еще купить таблетки для этого посудомойки у нас они закончились то что у нас были надо купить да и вообще что мы хотим сказать быть руками это лучше намного быстрее намного быстрее и затем это даже вот у нас 12 кружек стоит вот мы поели проще сполоснуть чем весь день собирать даже два раза в день если мыть вот она у нас есть когда вот мероприятие там дни рождения так когда много вот это да или там много готовки какой-то до что это это сколько нужно готовки чтобы полностью заполнить то просто мог вот есть купили хорошо но вот сейчас мы поели там вот три-четыре тарелки стоят до сполоснули он взяли фэри мэри губку шмутку перевернули еще хорошо что касается папа сушилки до для вещей вот это незаменимая вещь вот поверьте мне эта вещь которая вот вот смотрите если вот так поставить вопрос так сейчас да например мы заезжаем квартиру вот например касается меня поставили бы вы посудомойку я говорю что нет я говорю что нет поставили бы вы сушилку да вот это который нас стоит вот здесь я называю котельной ребятки пусть по колхозному котельной я бы поставила и когда дети дала там женятся замуж выйдут у них обязательно будет стоять сушилку потому что эта вещь просто вот незаменимая вы постирали машинки перекинули туда там у вас выходит чистая горячая горячие вот эти постельные вещи собирается полностью весь пух мух катышки шматышки вещи как были качество такого так и осталось как некоторые писали что вещи станут лысыми обтертыми как будто с них лезвием содрали да ничего подобного ничего подобного вот вот эта вещь нужна или вот например мы пришли до сильный дождь вот ребятки у нас у нас через несколько дней у нас будут в коридоре стоять шкафы и вообще мы так рады ребятки и вот говорят а куда это вот вы придете катюшка писала любая а куда вот вы вот мы сделали я видела катюшины почте показывал в коридоре шкафы там вообще юра забабахал вообще круто вот и я говорю катя говорит люба а куда вы вот вы шкафу сейчас коридор заказываете да скоро придут а куда вы будете развешивать мокрые вещи с дождя до с улицы мы горит когда поставишь как мы это не предусмотрели я написал группа тюша сушильная машина вы приходите домой вы скидываете туда эти вещи сушилку включайте у вас выходят горячие сухие тепленькие такие вещи вообще вот эта вещь нужна посудомойка вот я вам скажу честно мне на даром не нужна у нас она стоит хорошая большая на 60 тебе нужно на плане что можно это сделать руками да можно это делать хотя люди разделяться и есть такие которые говорят вы чё без посудомойки как без рук я пришла домой закидала я королева отдыхаю согласно согласно вот разделяются люди так и мы не имеем права этих людей осуждать и вообще кто каждый выбирает по себе как ему удобно ну вот для нас удобно например сами взять это перемыть руками это займет меньше времени дешевле по уходу да ведь эти таблетки вот как у нас был этот гелевые да они вообще коса дорогие гелевые ну да они вообще и дело даже не первое делом это цена вот этих всех моющих средств во вторых я не знаю сколько там электроэнергии у нас в этот раз за прошлый месяц у нас вышла за эту квартиру коммунальному оплатили 313 тысяч пятьдесят с чем-то рублей и три с лишним тысячи у нас ушло за свет вот и вот это вот это копить копить то есть дети поели посуду поели посуду в машину туда вот вашим посудомойку так поели посуду и вот этого значит состояние как копится копится но мы готовим мы едим мы ходим пьем там тарелка нужно там вот это вот это и бывает так что открываешь это приходится оттуда достать что-то и помыть и этим пользоваться вот нашей семье она не подошла но мы ее будем включать только тогда когда уже будет я не знаю очень много посуда очень много где уже найти сил не будет перемыть до руками сложите все честно вот сушилка во первых дома не надо не нужно нигде вот развешивать да где бельевые веревки там или еще вот эти вода как сушилки у нас станется и здесь помните могут убрали лесенкой вы понимаете вы закидываете белье вы вытаскиваете просто раскладываете по полочкам она горячая на мягкая она она супер это вещь нужна но опять же кто-то скажет нафиг это надо развесил на свежем воздухе и все ничего тебе это не горит это опять же таки у каждого свое вот там еще я смотрю вчера пришел комментарии сказали расскажите пожалуйста про все плюсы и минусы вашего переезда именно в этот же комобилет на это расскажем мы обязательно это расскажем есть свои плюсы и свои минусы как в любом месте неважно это город станица там столица там есть свои плюсы и свои минусы ребятки но одно что что хочу сказать когда мы едем по краснодару мы весь краснодар объездили и когда мы возвращаюсь сюда на жека мы понимаем что это наше сердце это наша это наш квартира это наше гнездо и мы так рады что мы здесь живем вот правда да да мы когда поедем по мосту да где вот красная площадь с левой стороны и там наш жека мы уже издалека видел у нас вот так что мы рады что мы здесь живем и в общем чате да вот нашего жилого комплекса люди тоже пишут но мы потом все еще раз если вам интересно будет это напишите то мы уходите не будем жрать такими чашками просто там дольем чаек и там пару килограмм конфет и с вами поговорим как жить в краснодаре если вам это интересно если нет то что навязывать жизнь да как нам живется в краснодаре тогда все видно кому интересно напишите мы поговорим об этом вот а так нам нравится и нам нравится то что наши дети не болтаются где-то на самом деле занимается интересным и еще сейчас сами поедет с детьми дальше уже проходить анализы врачей мы хотим деток отправить на плавание чтобы они ходили в бассейн кроме всего дополнительных занятий еще будут ходить в бассейн вот это же хорошо уже все родители все мы считаем что надо вкладываться вот наше вложение это наши дети потому что знаете жизнь да вот такая штука что не знаешь где тебя что ожидает надо учиться учиться всему развиваться а когда уже как наталья юрьевна наша директор школы когда они уже станут пара постарше и уже начнут остановиться и будут более вот к этому да вот ну да а сейчас пока еще маленький но чешется не могу здесь нет а здесь уже облезла пока еще в таком возрасте пусть они ищут себя пусть они туда ходят туда 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 все пробуются для них все двери открыты пусть развивается ну и мы к этому уже идем сани да мы только за мы только за вот так что вы такие два ребятки то сидели ели молча да про прыщи про какая-то жизнь до бывает бывает такое на силе по философствовать там о чем-нибудь как начну саня плещ проедать или саня мне так начнем до такой например не недавнешнюю надо в нашей семье тут одна была ситуация такая мы и так и так и все-таки пришли к своему к одному до мнение что как как жизни нужно относиться вообще к любой ситуации вот прежде всего ну это короче говоря ребятки это остается с нами то что мы решили это правильный выбор потому что потому что вот потом что ребятки а также не она классная штука только она такая непредсказуемая да вот сожалению да а у меня вот здесь они выходят герпес я врачу стою россия себя ухлайн герпес что-то будет иммунитет иммунитет все ребятки все спасибо готовьте на радость это очень вкусно кукси по-корейски правда лапша здесь единичка и пятерочка вкусно я худею все ребятки всем спасибо всем пока 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 ребятки а здесь то ничего вроде бы да такой молоднячок идет не кожа на самом деле лица а здесь она просто глубокая сами за этого надо потихонечку потихонечку единственное просто всех внимание отвлекает то что вот эти вот так надо и думаю если эти 5 не будет то само лицо она очень сильно но вот именно факту чтоб пятна блин одному волосы сюда это куски куски кожи мы уже поели там короче ребятки вот так скоро скоро принцесса будет королевой да ладно ребятки все это все шутки королевы мы обычные люди как и все без всяких вот это вот это у нас никогда не было никогда в жизни никогда даже когда я скину свою шкурку превращу себя владычицы морскую я все равно любая и ничего а все остальное это просто шутки и так к слову поржать все ребятки все спасибо всем пока пока наелся да вкусно было очень а чё не допил вот единственно да я вот вот это вот не пью а чё не вкусно что ли нет она вкусно было не лезет я никогда не наливайся к ней тратим ладно ребятки всем пока я не могу меня здесь чешется прям саня зуд прям аж чешется ребятки говорю давай таблетку пока ребятки